Всем привет, ребята! Вы на канале Тойчай Кит. Сегодня мы смотрим Тонину тетрадку и новую страшилку, которая называется «Красные глаза». Давайте скорее начнем ее читать. В одном лагере были три друга. Всегда в обнимку ходили. Верховодил у них Максим по кличке Зверь. А Зверем его прозвали за то, что впадал в ярость по всякому поводу. Заденет кто плечом или назовет неудачно, набрасывался Максим с кулаками на любого. Даже с друзьями бывало сцеплялся, да те его живо обламывали. Они и сами были те еще типы. Так что втроем лагерь в страхе держали и жаловаться на них дети боялись, ведь Зверь пообещал, что выбьет зубы тому, по чьей вине из лагеря вылетит. Молчали все, а троица жизнью наслаждалась. Короче, к успеху парни шли, но не фартануло у них, не получилось. А все из-за кого? Из-за девчонки, конечно. Была в том лагере девочка по имени, эээ, Вера, по имени Лена. И раз увидел Максим эту Лену, как она на брусьях занимается, Ленка гимнастка была, а не книжки читала, как некоторые, и пропал Зверь. Ходил весь день, только о ней и думал, даже есть не мог. Вечером подошел и предложил встречаться. А она? А она и говорит, я согласна, но есть проблема. Какая? Твои друзья не дают мне прохода. Сделай так, чтобы они от меня отстали. Зверь кивнул, развернулся и ушел. И не заметил, как вспыхнули багровым светом глаза этой Лены, когда она провожала его взглядом. Всю ночь Максим ворочался на кровати без сна, а наутро предъявил друзьям, что пристают к его почти подруге. Ты чего? Отвечают они ему. Мы эту Лену в глаза не видели. Успокоился Максим, дождался вечера и снова пошел к Лене. Ошиблась ты, говорит. Мои друзья к тебе не пристают. А Лена? Ты мне не веришь? А они подходили сегодня угрожали и сбить, если еще раз с тобой встречусь. Решай, за кого ты. Зверь ушел с болью в сердце и вновь не заметил, как горят адским пламенем Ленкины глаза. Наутро опять он к друзьям с обвинениями. А кстись, зверюга, сказали они. Мы же с тобой весь день вместе. Некогда всяким девчонкам угрожать. Кому ты больше веришь? Нам или первой встречной? Но в сердце зверя была только любовь к Лене. И пообещал он сгоряча, что убьет каждого, кто пальцем к ней прикоснется. Вечером пришел он на место встречи, а Ленка уже ждет. Посмотри, Максим, посмотри, что твои друзья со мной сделали. И распахнула рубашку. Увидел зверь на белом теле девочки багровые следы от кулаков. И ярость заполнила разум. Я разберусь с ними, крикнул он. Стой! Лена схватила его за руку. В прошлый раз ты уже говорил, что разберешься. Теперь мне нужны доказательства. Принеси их сердца. И вложила зверю нож в руку. Зверь хотел бросить лезвие, но она прижалась к нему и поцеловала. Я буду ждать тут до полуночи. Иди. И Максим пошел, а Лена провожала его взглядом. И глаза ее пылали в сумерках ярче кремлевских звезд. Зверь дождался, пока все уснули. Прокрался в палату и вонзил нож в грудь друга. Подошел ко второму и вновь ударил. Так умерли его друзья. Максим вырвал их сердца, завернул в рубашку и скрылся. Принес? Нетерпеливо спросила Лена, когда увидела Максима. Он протянул узелок и мгновенно тот оказался в руке Лены. Она достала сердца и на секунду отвернулась, а когда повернулась обратно к зверю, сердец уже не было. Только капелька крови на Ленкиной грубе. Максим потянулся обнять Лену, но та его оттолкнула. Почему? Воскликнул зверь. Я же выполнил твою просьбу. Неужели ты думаешь? Презрительно ответила девочка. Я буду встречаться с тем, кто убил своих друзей. Но ведь они избили тебя. Избили? Ха-ха-ха. Это всего лишь краска. Я просто проверяла, какой ты друг. Ты мне не нужен. Убирайся. Зверь сначала отпрянул, а потом накрыла его безумная ярость. Сбил он Лену наземь, ударил ножом. Раз, другой, третий, десятый. Да только не оставляет лезвия ран. И тут-то зверь увидел, как полыхают багровым пламенем глаза возлюбленной. Испугался он, отскочил назад, а Лена поймала его за руку и говорит. Куда же ты? Иди ко мне, обними крепче. А сама под землю проваливается. Максим вырывается, да все никак не вырвется. А Лена уже по пояс под землю ушла. Чувствует зверь, что и его она туда утянет. Собрался с духом и взмахнул лезвием. Отрубил он себе кисть. И скрылась Лена под землей с диким хохотом. А Максим затянул обрубок галстуком и пошел сдаваться. Что, посадили его? Нет, пропал он из камеры-одиночки на следующий день. Только надпись от него осталась. Сделанная кровью. Красные глаза. Крутая страшилка, Вера. А то. Степ, теперь ты расскажи что-нибудь. Я? Да я это, того, не умею. Чего ты вообще пришел? Так это, за компанию. Ничего, не всем же быть ораторами. Зато сильные, наверное. Я это, ага. Хорошо, я расскажу. Ту самую? Можно и ее. Ребята, следующую страшилку мы узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал прямо сейчас. И чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Вы были на канале ToyChoy Kids. Ставьте лайки под видео и пишите комментарии. А теперь всем пока-пока. Продолжение следует.